Делегация от нашего региона Ульяновская область является пионером в области возобновляемых источников энергии, так как там находится первый промышленный ветропарк в Красном Яре. Также Ульяновская область активно инвестирует в проекты зеленой энергетики, планируется построить еще несколько ветропарков, парков солнечной энергетики. В выставочной зоне презентован и первый всемирный фестиваль боевых искусств Тафиса. Губернатор Сергей Морозов подписал соглашение с председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным и членом Общественной палаты России, чемпионом Европы и мира по боксу и тайбоксу Григорием Дроздом. Они стали послами всемирного фестиваля. У меня, скажу честно, вот в таком формате и вот такое событие впервые в моей жизни я чувствую огромную ответственность. Я благодарю комиссию тех людей, кто представил меня к этому моменту, дали возможность быть послом. С гордостью, с большим удовольствием буду нести это имя. Еще раз скажу, что земля Ульяновска, она не случайно была выбрана для этого масштабного события. У региона наработан большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Ульяновск уже становился площадкой чемпионата мира по хоккею с мячом, фестиваля национальных видов спорта стран СНГ. Мы готовы в полном объеме уже в сентябре месяце принять с огромного количества стран лучших спортсменов и показать о том, что Россия действительно спортивная держава. Первый день прошли два расширенных заседания комитетов САФЕДа. На комитете по международным делам обсуждали оказание помощи фестивалю «Японская весна на Волге». Депутат Ульяновской городской думы Илья Ножечкин выступил с темой законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления на примере Ульяновской области. Наши коллеги, наши сегодняшние гости из Ульяновской области сосредотачиваются не только на том, чтобы решать собственные проблемы Ульяновской области, они в состоянии смотреть шире, видеть дальше. И мы услышали сегодня много интересных идей и предложений по совершенствованию федерального российского законодательства, которое регулирует внешние связи субъектов федерации, органов местного самоуправления. А на комитете по бюджету и финансовым рынкам обсудили ряд предложений региона, направленных на улучшение сбалансированности и финансовой устойчивости. Притом не только Ульяновской области, но и других регионов страны. Вопрос, который инициирует руководство Ульяновской области, губернатора законодательного собрания, это зачисление налога НДФЛ не по месту работы, а по месту жительства. Это даст нам положительное решение, и нас правительство поддержит, это даст дополнительных доходов около 300 миллионов рублей. Завершился день встречи губернатора с командой КВН Селивановы. Впервые в истории ульяновские юмористы вышли в высшую лигу клуба веселых и находчивых. Перед первой игрой их напутствовал глава области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова